С начала текущей недели в северной части Черкеска открылось терапевтическое отделение. Теперь люди, проживающие в региональной столице по улицам от Кавказка и далее в сторону нового микрорайона, будут обслуживаться в здании филиала городской поликлиники по улице Свободы. Здесь же есть возможность пройти узкопрофильных специалистов, а также воспользоваться некоторыми другими видами медицинских услуг. Подробности в сюжете Артура Мхце. Это здание в северной части Черкеска многим знакомо как ковидный госпиталь, в котором на протяжении пары лет боролись за жизни пациентов, зараженных опасным вирусом. Но далеко не каждый помнит, что строилось медучреждение именно под поликлинические нужды. И вот в последнюю июльскую неделю здесь наконец-то открылся филиал городской поликлиники. Наш филиал городской поликлиники будет осуществлять амбулаторно-поликлиническую помощь в том же объеме, что и осуществляет городская поликлиника, основной корпус. Мы запущены в работу с понедельника. На сегодняшний день мы уже ведем полноценный прием терапевтами, терапевтической службой. Производим забор анализов, всех анализов, общий анализ крови, биохимический анализ крови. А также другие многочисленные исследования, которые помогают как выявить недуг, так и предупредить его возникновение. Сотрудники терапевтической службы принимают посетителей ежедневно. В ближайшее время появится возможность вести консультации и с участием всех специалистов узкого профиля – хирурга, невропатолога, офтальмолога, кардиолога и так далее. Более точную информацию можно получить с помощью установленного в северном филиале современного оборудования. Все назначения, которые назначает доктор, все выполнимы. Внутривенные инъекции, внутривенно-капельные, внутримышечные и сопутствующие процедуры, которые назначает доктор. Для тех, кто внезапно почувствовал недомогание, открыт дневной стационар. Оказавшиеся на больничной койке люди будут находиться под наблюдением врача. Если доводилось, то были в той больнике. Вот сейчас сюда. Зачастую людей интересует удобство. Удобство? Ну какие удобства? Там мы очень толпились всё время, было тесно. А здесь удобство, на лифте выходишь. К этому терапевтическому отделению будут прикреплены около 22 тысяч жителей Черкеска, которые проживают по улицам от Кавказской и далее в сторону северной части города. Впрочем, попасть к тем или иным специалистам смогут все желающие. Тем более, что здесь есть возможность пройти реабилитацию после разного рода травм. Например, в этом кабинете часть оборудования уже установлена. К началу приёма посетителей всё будет полностью готово. К слову, в этом же здании теперь располагаются и некоторые другие организации подобного профиля, в услугах которых заинтересовано население. В частности, Республиканский центр медицинской профилактики, сохранивший после переезда все службы и структуры, в том числе отделение спортивной медицины, лечебной физкультуры, первичной медико-санитарной помощи. Мы уже в течение двух недель отчисляем свою деятельность по новому адресу, по улице Свободы 62, в здании бывшего северного госпиталя. Ранее мы располагались в центре города, но располагались в приспособленном помещении на первом этаже многоэтажного жилого дома. Теперь мы получили новое помещение, которое гораздо больше площадью. Большими удобными кабинетами обзавёлся региональный наркологический диспансер, ранее находившийся на улице Подгорной. Люди, страдающие пагубной зависимостью, нуждающиеся во врачебной помощи, могут обращаться сюда с понедельника по пятницу. В этом же здании выделены кабинеты и для части персонала Центра медицины катастроф. Центр выполняет ещё оказание экстренной конструктивной медицинской помощи лечебно-профилактическим учреждениям республики, в которых отсутствуют узкие специалисты, например, нейрохирурги, травматологи, инфекционисты. Не во всех учреждениях они есть в республике. Наши врачи, совместители, либо выезжают на месте, оказывают очную консультацию, либо, если достаточно, оказывают консультацию по телефону. В режиме видеоконференц-связи могут оказать. До открытия поликлинического филиала у жителей Черкеска имелись претензии к работе перевозчиков. Далеко не всегда была возможность своевременно попасть к специалистам, расположенного рядом онкологического центра. С запуском еще одного медучреждения этот вопрос, похоже, отпал. Каждые 10-20 минут рядом с территорией поликлиники останавливается автобус. В скором времени будут оборудованы как сама остановка, так и проезжая часть. То есть будет сделано все необходимое для удобства посетителей здания северного филиала городской поликлиники. Артур Мухце, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаев, Черкесия.